Сегодня в Министерстве образования в очередной раз подняли проблему нехватки и качества подготовки технических специалистов. Работодатели жалуются на непрофессионализм молодых кадров, а руководители вузов обвиняют бизнесменов в том, что они не принимают участие в формировании учебных программ. Марат Токулин выяснял, почему сейчас быть электриком неподчетно. Отголоски перестройки до сих пор доносятся до казахстанцев. Так уж вышло, что в 80-х многие специалисты уехали за рубеж. Дефицит в кадрах испытывали вузы, предприятия и фабрики. Ну а чисто технические специализации вышли из моды настолько, что Министерству образования приходится искать выходы из положения. Работодатели говорили, что выпускники колледжей не удовлетворяют, не соответствуют их запросам. И, соответственно, в колледже говорили, что работодатели недостаточно принимают участие в разработке учебных программ, стандартах, оцениваниях. В министерстве признали, что выпускники школ не желают обучаться техническим специальностям. Таково веяние времени. Куда проще стать экономистом или юристом, нежели строителем, электриком или асфальтоукладчиком. Хотя технические профессии в последние годы востребованы. Однако найти и предложить стоящие кадры агентствам не всегда удается. Крупные предприятия же, в свою очередь, идут на максимальный риск, приглашая квалифицированных работников из-за рубежа. Мы можем только лишь подтвердить, что почему-то, к сожалению, это не престижно. И ребята, когда выходят из школ, они выбирают направление в сторону экономики, юриспруденции, финансов, возможно. Но, к сожалению, не всегда имеют либо талант, либо способности к этим профессиям. Мне кажется, наоборот, было бы лучше, если бы слесарь от Бога, у которого руки золотые. Рахат Икибаев – инженер крупной энергетической компании. Начинал свою карьеру, будучи простым электриком. Затем была нелегкая работа на военном заводе, служба в армии и преподавание основ радиотехники в школе. По мнению Рахата, прививать любовь к технике необходимо с раннего возраста, как это было в эпоху Союза. А сейчас ни в одном дворовом клубе нет соответствующих развивающих кружков. Если их обучать, у них интерес появится. Именно обучат. И вот тогда, что я заметил, вот наше среднее образование, система, тоже плохо дает базовый предмет, например, физику, математику, просто плохо преподает. Например, теоретически, может, дадут хорошие знания, но практики нет. Экспертная оценка казахстанского образования дает понять, что пока система обучения будущих технорей хромает на обе ноги. И дело даже не в учебниках и специальных пособиях, а в простой мотивации ребят – трудиться на благо страны. Марат Токулин, Санат Эмангалиев, Информбюро, Астана. Министерство. Марат Токулин, Санат Эмангалиев, Информбюро.